ну конечно прикалываетесь ну как так ну послужить что где как-то поподробнее можно так это у нас со мной странно разговаривать а дачу в чем мы интересно может отдельно предложите сколько сколько тысяч еще разок 195 были на чудо 200 они округлили как раз 200 им чтобы быть нормально там 300 тысяч года большая разница согласен а можно это я согласен на 100000 ну у себя дома нет а еще плюс там 100000 это если вы едете на это 100000 еще доплачивается региональных и 15000 ежемесячно к зарплате это та сумма которая не облагается налогом если вы едете на это но и желаете послужить на территории мурманской области зарплата у вас будет от пятидесяти до восьмидесяти тысяч рублей в зависимости от войскова и должности и выслуги лет это зарплаты по перплате не не я слушаю ну как бы ну я так понимаю если я куда-то едут чуть чуть подороже если дома то подешевле вот насчет дома подешевле ну дома если подешевле до вот я понял да а где гарантии что вот я дома буду находиться они пошлют мне куда-то там в другое место есть гарантии ну будет рапорт какие проблемы ну а я не хочу никуда ехать я хочу здесь за маленькие деньги на здесь а по моему рапорту я думал по рапорту начальника что надо а чё как с контрактом то можно ознакомиться предварительно ой знаете как как-то я как-то извиняюсь за выражение очкую куда-то подходить там на эту тему может вы мне на электронку сбросите кант это контракт я его изучу как юрист сначала давайте решим вопрос что чего чем какая беседа беседа может быть и по телефону правильно вот вы мне предлагаете хорошие какие-то интересные условия предположим заинтересовался теперь мне интересуют конкретный договор а то есть вы только только заманиваете да дальше кажется уже другие другие люди работают ну так получается ну вот если за столько приглашения конечно спасибо ну как бы на будущее ай встретить можете да не сомневаюсь да ну давайте может быть встречу предназначим вам сколько лет вам лет сколько вам лет 31 но нормально нормально ну мало ли на всякий случай спрошу может быть там вам 18 и нету так на шевченко еще раз какой адрес шевченко 22 это что там будет хорошо как я вас узнаю в чем вы будете даже так я возьмете там что-нибудь в руки чтоб я вас узнал там не знаю там газету огонек там как надо я ходишь к вам еду конечно к вам выше приглашаете да вы не смущайтесь еще вы прям так это же дело такое ну я много чего хочу понимать если я все начну перечислять это как бы намного времени уйдет ну на перечисление давайте сделаем проще напомните как вас зовут я забыл ира ира давайте может быть сначала встретимся скажем так без вот этих вот формальностей а потом уже и решим побеседуем там ну там кофе попьем так они надо видеть понимаете у вас голос приятный вы как бы смущаетесь а тоже много о чем говорит нет я пожалуй что вы замужем вы замужем а ну тогда зачем отказывать то раньше времени все нужно совмещать работу личную жизнь почему бы нет а вы мне скажите вообще по какому принципу вы меня как бы отобрали вот там по возрасту там по каким параметрам и попал вашу рассылку там прозвон просто ничего не бывает а кто вам дал такой список в которую я попал как-то это все так плохо у нас стране что ли что ваш список я попал все хорошо а то есть вы попадают список безработный правильно официально все 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 и вы говорите что все хорошо мой как то это все странно наводит на мысли если человеку 45 даже 46 лет предлагают служить который ранее не служил у которого там проблемы со здоровьем там еще что-то понимаете вот я сейчас как бы так прямо себе все плохое говорю я подхожу доказывается еще за деньги вам не подхожу и ирина да правильно вот смотрите вот вот я вот все перечислил я не подхожу вам разве меня лично вам дает пара службы то все понятно уже так это ваш личный телефон я могу на него перезвонить если что но это личный телефон или это рабочий верно что рабочий ли личный все ирина забиваю себе в этот записную книжку я думаю мы с вами увидимся хорошо всего всего хорошего до свидания спасибо а